Всем привет, котики! Слава Украине! Слава ВСУ! Новая неделя, а это значит новый рейтинг. Сегодня это ТОП 10 мразей России. Это будет что-то с чем-то. Напоминаю, кто не смотрел прошлый выпуск, одна из новостей будет выдуманной. Какая именно? Пишите в комментариях. Уверяю, найти будет непросто, потому что в России уже стерлась грань между реальностью и выдумкой. В петербургской больнице человек потерял сознание прямо возле окошка регистрации. И к нему никто не подошел на помощь. Вот это Мариинская больница. Это приемное отделение. Здесь очередь на посещение. Это человеку стало плохо. Вот эти вот козлы сидят, просто ничего, даже не суетятся, ничего не делают. Где врачи? Вот это вот запомнится. Что интересно, сам этот товарищ тоже снимает это все. И бабка такая стоит возле ноги чувака, который там уже просто в каком-то бессознательном состоянии. Вот этим и отличаются украинцы от россиян. У нас бы уже бы все первую помощь бы оказывали этому человеку. Чем вы думаете закончилось? К нему подошли врачи? Нет. Может кто-то, не знаю, из людей вокруг? Нет. К нему подошли охранники и куда-то уволокли. Ах ты гад! Нарушаешь общественный порядок в больнице. Нашел, где болеть. Это, конечно, максимально характеризует народ и общество, с которым мы воюем. Да им вообще похрен на смерть себе подобных. А у нас еще кто-то надеется, что русские встрепенутся из-за огромных потерь на фронте. Да им похрен. Главное, чтобы стабильно все было. И Газманов новые песни выпускал. На девятом месте белорусский трансформер. Григоро Оптимус Батькатрон. Чудеса науки и техники. Они построили гоночный болид из трактора. Хо-хо-хо! Это, помните, в детстве были такие турбо-жвачки. И там, короче, живешь жвачку, жевать ее можно было там несколько секунд, потому что она потом становилась не очень вкусной. И там открываешь, это где-то какие-то 90-е годы открываешь, и там машинка турбо в 90-х. Ну где-то 94-й, там 93-й. Так вот в 2023-м вот такое у белорусов. Не, ну шо? Ну шо? Как в молодости батьки? А-а-а, я поняла! Это бедных ученых заставили все-таки разогнать трактор быстрее 180 км в час. Ну, чтоб Лукашенко не выглядел п***болом. На восьмом месте отмазки бобра. В момент мятежа Пригожина главная по новостям пропаганды Маргарита Симонян неожиданно пропала. Ни одного коммента, там, ни одного поста, ни вообще какого-то твитика. Полный игнор такого события. Всем понятно, что Маргарита просто забилась под батарею и выжидала, кто ж победит. А то можно ж накидать на вентилятор лишнего, а тебя потом на этом вентиляторе прокрутят. И вот Маргарита решила оправдаться. Почему она, глава главного новостейного холдинга России, промолчала в такой момент. Ой, ребят, это нужно видеть. На теплоходе по Волге снимали мой новый проект «Россия-матушка». На север ходили. Красота невероятная, тепло. Я вот загорела под Костромой на палубе. И вернулись такие воодушевленные. Рассказывали всем, показывали фотографии. Наше видео невероятное наше, тысячелетнее, самобытнейшая культура. «Ипатийский монастырь», где началась винасти Романовых. «Ипатий и Калаврады», это теперь понятно, откуда. Много всего не тронутого. Вот она и есть «Россия-матушка». «Россия-матушка». Мы возвращаемся, а в «России-матушке» вооруженный мятеж. И первое время мне казалось, что это снится, что этого не может быть. Для человека, хоть шапочно знакомого с историей, такое дежавю... Подождите, это только что было. Только что была Первая мировая, которая уже была почти выиграна. «Ипатийский монастырь» не краснеет, потому что солярий. То есть, ну, вот это все, вы же понимаете, невозможно загореть на корабле. Где-то там... И возле Ипатийского монастыря лежала, загорала. «Ипатийский монастырь» не краснеет. Именно поэтому и загорала. Видите, и руки тоже. Все, все загорело. Равномерно. Конченое. Ну, вот так. Просто связи на теплоходе не было. Ну, а как телефон зарядить? Это ж теплоход, а не электроход. Маргарита, ты так когда-нибудь еще раз покатаешься по Волге, вернешься, а там уже Зеленский в Москве. Лаврова запряг и на санях катается. На седьмом месте контр-удар России по западному автопрому. Крайне важно, чтобы были стимулы для тех предприятий, которые... Стимулы. ...вокализацию. Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на свою отечную автопрому. Тем более, в нынешней ситуации вызовов, нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов. И вы... Действительно. Ты шо ж вы кормите все? Более того, ездите за границу, шо вас там покормили. И деньги платите за это немалое. Ух, вот это будет распил. Лада по документам будет стоить, как майбах. И сидит сам, лыбится. Понимает, что никто из них не пересядет на москвичи. Никто, скорее всего, эти москвичи даже производить не будет. Схема, отработанная на танках Армата, идеальная. А еще интересно, что они сейчас создают отечественный автопром. А где ж он был? Как же 20 лет процветания при Путине? А куда ж он делся, автопром? Что его не то что восстановить нужно, его с нуля нужно создавать. На шестом месте страх и ненависть в Мелитополе. Коллаборанты очень сильно боятся местного населения. И в ужасе, что их могут замочить в любой момент. Поверьте, в Мелитополе тоже есть люди, которые настроены не за ныне действующую власть. Невозможно заставить силой жить с собой. Это может быть только на короткий промежуток времени, пока ты ослабнешь. А потом жди, что тебе подсыпят яду. У нас есть люди, которые нами недовольны. Но наша задача власти сделать так, чтобы их было как можно меньше. Ох, пи***бол. Ну вот по лицу видно, что чувак, я не знаю, где он там обычно низшие слои социального общества, которые идут в Коллаборантский, в эти все главы регионов областей, оккупированных Рашкой. Я не знаю, что можно сказать по поводу этого чувака. Просто фу. Не, ну сразу видно, что на референдуме 99% запорожцев поддержали Россию. Страшно? Суки. У вас земля под ногами гореть будет. Очень опасно для здоровья и жизни быть пособником оккупантов в Украине. Экватор нашего топа. Но, ребят, перед тем, как я продолжу, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны, и становитесь нашим патроном. Система Патреон Янина Соколова – это ваш вклад в то, что мы делаем каждую неделю. Подписались? Точно. Молодцы. Продолжаем. Ну и тут у нас огромный ба-бах. Защитники Мариуполя вернулись из Турции в Украину. Это произошло после визита Зеленского к Эрдогану. Несмотря на договоренность с Московией не отпускать наших героев до конца войны, турки дали понюхать Путину бэбру. Нюхай бэбру. В контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывали большое давление. А Анкара, как член альянса, проявляет с ним солидарность. И РФ все прекрасно понимает, сказал РИА Новости Песков. Он добавил, что, но нарушение договоренностей никого не красит. Великолепно. Вот что значит талант в области дипломатии. Вот меня в дипломат точно не взяли бы. Вот я бы не смог бы даже сочинить так. Это тут вообще ни взять, ни отдать. Не смог бы сочинить. Да смог бы. Потому что ересь несете постоянно. Да, они вообще русские дипломаты. Тут вообще никакие сомнения. Никого не красит нарушение договоренностей. Кстати, Эрдоган. Хорошо, хоть не шаги доброй воли. Ну ладно. Вообще, Эрдоган красавчик. Так на ересь русских надо уметь. Молодец. Ой, я вот прям сижу сейчас и чувствую, как у меня эндорфины выделяются. А что вы хотели, а? Придурки. Думали, вы сможете нарушать все мыслимые и немыслимые международные договора и правила? Класть усы Пескова на устав ООН и международные конвенции? И вам это не аукнется? Ну так теперь не удивляйтесь и хавайте с лопаты. Все подписанные с вами договора не стоят и одного евро. Ну, то есть даже 100 рублей. Просто хотел напомнить этот курс. Тот случай, когда полтора года назад ты считал себя властелином планеты, строил двуполярный мир, держал Европу на газовом крючке, планировал парад в захваченном Киеве. А сегодня лично в Кремле принимаешь отчет о том, сколько картошки накопали в Ставрополье. Картофель в жизни не производили. Сегодня в рамках поручения, которое вы давали, помните, когда суповый набор начал расти? 600 тысяч тонн. Вкусно? А? Я вам привезу сейчас. Вкусно? Нет, лучше. Я думаю, что... Скажу, Александр Григорьевич. Прикиньте, у нас кто-то будет о картошке говорить в офисе президента. У нас сразу скажут, вы че, это тю-тю совсем? Ох, трешак. Ну, в России не хавают, значит, все работает. Не, ну о чем еще деду попи***ть, как не о картошке? Там, кстати, приемная, его ждет тренер по домино и у тот дядька, который рассказывал, как огурцами свежими лечиться правильно. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца. Вот примерно такой. Его нужно очистить, хорошо очистить, не отрывая от ботвы. Затем слегка откусить верхушечку. Жалкий вялый диктаторишка. Взгляд стеклянный, как у голубя, которого накормили крысиным ядом. Финальная тройка. В Бердянске ракетным ударом ликвидирован целый генерал-лейтенант, заместитель командующего целой юго-восточной группировки войск оккупантов. Это самый высокопоставленный их офицер, погибший на войне. Оказалось, что его местонахождение вычислили по звонку. Цоков по личному телефону вызывал проституток. Его звонок перехватило СБУ, и он сам слил им адрес. Ну, в принципе, считается, что у него был секс. Ракета его знатно вы***ла. На втором месте пропавшая будущая Россия. Если дети — это цветы жизни, то в России это венки. Максим, почему ты поддерживаешь ИСЛУ? Я поддерживаю ИСЛУ, потому что нам надо победить цивилизацию антихатиста. Нам надо снести вот этот вот вообще коллективный запад. Нужно просто уничтожить антихатист. Уже бедные детки. Победить всех сатанистов, либералов. На ведущего, посмотрите. И на второго ребенка. В футболке НАСА. В футболке НАСА. Малой сидит, рассказывает о СВО. Я не буду так обобщать, так как философ Рене Генон говорил о том, что масонство вообще разнородное. И там непонятно, кто нормальный. Ну, понятно, но, что там есть нормальный, ненормальный, ну вот ненормальных масонов. Кого еще надо победить? Либералов, леваков, ну не в смысле там коммунистов каких-нибудь. Или кого-нибудь, новых большевиков. Нет, я имею в виду леваков. Ну, я не знаю, что тут сказать. Б**ть. Я хочу это развидеть. Пропаганда хужеяда. Она убивает изнутри. И на первом месте, ребята, актриса с большой буквы Ж. Алена Яковлева. Разродилась призывом во что бы то ни стало поддерживать агрессию против Украины. Потому что раз уже напали, значит, уже это хорошо. Да, мои коллеги начинают рассказывать о том, что это ужасно, что мы вторглись, что мы агрессоры и так далее, и так далее. Я говорю, хорошо, стоп. Вот, ладно, мы сейчас оставим эту историю. Но сейчас идет война. Сейчас гибнут наши ребята. Вот вы сейчас что, на стороне их? Ну, сейчас другая ситуация уже. Ты обязан быть на стороне. Ну, тогда не живи в этой стране. У нас такая история сумасшедшая. Ну, полюбите вы нашу страну. Ну, полюбите вы нашу культуру. Полюбите вы нашу историю. Ну, здесь настолько есть чем заниматься. Я родилась, что я смотрела. Пяти жизней не хватит, чтобы охватить нашу страну. А что для вас быть русской? Не знаю, пафосно скажу. Ну, любить Россию. Сейчас очень ужасная страна. Плохой народ. Я говорю, ребята, у нас генетический код другой. Мы в какой-то момент выбрасываем гаджеты. Мы выбросим все. И пойдем защищать свою страну. Но если вот припрет, и поймут, что уже вот, как сказать, за нами Москва. Наш народ, он великий народ. Просто великий народ. Такого народа больше нет. Я считаю, что наши женщины – это лучшие в мире женщины. Наши женщины – выдающиеся женщины. Русская код... Ну, если они такие, как эта актриса, то они такие, как эта актриса в основном. Короче, черные пакеты. Скажу коротко. Уже я не знаю, как это комментировать. Это просто рак... Рак головного мозга. Это... Это пи***ц. Нормально? Мы тут все убийцы. Не нравится – уезжай. Вот так и немцы в сороковых говорили. Плохо, конечно, что в концлагерях людей травят. Но уже ж травят. Как мы можем это не поддержать? Пи***ц. На этом, ребят, все. Пишите в комментариях, какая новость, по вашему мнению, не настоящая. В прошлом выпуске многие правильно угадали сюжеты про танки Т-34 и Лепса. Но фишка этих новостей в том, что они вполне реальны. И, возможно, мы их наванговали. А сейчас, по традиции, дискуссионный вопрос. Все больше и больше я вижу, что на футболках, на майках, на кепках пишут «Кузбасс», «Новокузнецк». А не те непонятные словосочетания и выражения на каких-то иностранных языках. Я даже видел майку, смотришь «Сталинск». Во, это круто. И не случайно мы начинаем эту трилогию «Кузнецк», «Сталинск», «Новокузнецк», и она будет идти везде. Поэтому «Новокузнецк», как название города само по себе, наверное, оно не то, что не актуально, а оно требует вот такой, наверное, корректировки, что это. Несомненно, «Кузнецк», «Сталинск», «Новокузнецк». Как, например, «Ленинск-Кузнецкий». Что происходит? Кто-то хоть что-то понял? Он хочет один город создать? Или три? Ответы пишите в комментариях. Если вы хотите, чтобы австралийские пауки захватили Камчатку, подписывайтесь на мой канал. Ребята, не забывайте становиться нашими патронами. Система Патреон Янина Соколова – это ваш вклад в то, что мы делаем ежедневно. Вы можете поддерживать нас на наших ресурсах и не забывайте помогать нам донатами. Ну и подпишитесь на наш канал, поставьте какое-то сердечко или лайк. Это поможет нашим видео появляться в рекомендациях. Кстати, прошлый выпуск почему-то YouTube засунул 18+, поэтому на нем мало просмотров. Пожалуйста, вернитесь и посмотрите его еще раз. Ну или там на меня несколько секунд и поставьте какие-то чмоки. Это нам непременно поможет. С вами была Янина Соколова. Смотрите новости вдумчиво. И до встречи очень-очень скоро. Не на следующей неделе, а через несколько дней. Пока, котики. Субтитры сделал DimaTorzok